ОМТВ – независимый канал в YouTube. Ваши просмотры, лайки, комментарии, репосты и рекомендации подписаться – вклад в создание новых сюжетов. Ночью, несмотря на соглашение нелегитимных киевских властей о том, что в Пасху никто не будет открывать огонь, чтобы люди спокойно могли отметить один из самых главных православных праздников, однако бандформирование и радикалы открыли сегодня огонь. Это произошло в час ночи сюда, на один из блокпостов, на въезде в город, приехали четыре джипа, вооруженные боевики до зубов. Они открыли огонь по мирным, обезоруженным людям. Несколько боевиков успели отсюда скрыться. Здесь только две машины. Их сожгли народные активисты, которые разозлились, поскольку много мирных жителей погибло в этой перестрелке. Также добавлю, что здесь, при обыске, в этих машинах нашли медальон правого сектора номер 20, а также в визитке Дмитрия Яроша. Несколько часов назад стало известно, что в Севастополе задержаны трое украинских диверсантов. По данным Федеральной службы безопасности, они планировали несколько терактов на стратегически важных объектах. Изъяты мощные взрывные устройства, а также оружие, боеприпасы и средства специальной связи. О взятии под стражу в Крыму новую группу предполагаемых диверсантов украинской разведки объявили сегодня в ФСБ. Задержанных трое все граждане Украины, уточнили представители спецслужб. Самая громкая новость дня, это, конечно, то, что произошло в Крыму. Севастополь и ФСБ задержало трех украинских диверсантов, которые, как сообщается, готовили теракты на важнейших, в том числе военных объектах на полуострове. Немногим более часа назад появились кадры, снятые в Крыму, где, по данным ФСБ, трое украинских диверсантов готовили акции против военных объектов и систем жизнеобеспечения. Больше часа назад в Севастополе суд принял решение об аресте украинских диверсантов, которые, как заявляют в ФСБ, готовили теракты на территории Крыма. В Крыму задержана новая группа украинских диверсантов. Об этом сегодня сообщает ФСБ. Группу выявили в Севастополе. Российские спецслужбы и кремлевские СМИ продолжают пудрить мозги гражданам РФ. Если бы не трагедия нескольких невинных людей, задержание которых стало поводом для очередного бодрого рапорта ФСБ о крымских диверсантах, вся эта история выглядела бы скверным анекдотом. Демонстрация в ходе этого задержания визитки Дмитрия Яроша с большими буквами «Правый сектор» под фамилией – апофеоза этого скверного анекдота. Хотелось бы рассказать доблестным сотрудникам ФСБ, готовившим эту инсценировку, что народный депутат Украины Дмитрий Ярош уже год не руководит организацией «Правый сектор» и вообще покинул ее ряды. Лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о выходе из ее состава. Лидер запрещенного в России «Правого сектора» заявил, что больше не желает возглавлять организацию. На своей странице в Фейсбуке Дмитрий Ярош написал, что останется националистом, однако слагает себя все полномочия. Я за своей командой принял решение выйти из глав «Правого сектора». И если бы его визитка существовала на самом деле, то наличие таковой у ее обладателя было бы лучшим алиби. Хорош диверсант, давно утративший всякие связи с политической реальностью страны, на которую работает. Но и это еще не все. О пропечатанных листах бумаги с украинским гербом мы умолчим. Визитку Дмитрия Яроша, боец невидимого фронта, демонстрировал зрителям на фоне удивительного объявления «Работа для евреев», отпечатанного на принтере и снабженного украинским, судя по цифрам, номером телефона. Объявление было аккуратно прикреплено к шкафу в квартире задержанного. Получалось, что страшный украинский диверсант, сподвижник националиста Дмитрия Яроша, русофобы и антисемит, каждый день названивает в некий вербовочный центр, интересуясь, не появилась ли «Работа для евреев». А чтобы не забыть поинтересоваться, прикрепил объявление на самом видном месте. В обнародованном ФСБ видеоматериале никаких других объявлений о поиске работы просто нет. Конечно же, на самом деле сочетание столь странных документов в одном кадре не отражает интересов крымского диверсанта. Зато оно отражает интересы российских спецслужб. В квартиру, избранную для постановки скверного спектакля, принесли домашние заготовки, демонстрирующие все фобии Лубянки. Визитки Яроша есть теперь, кажется, в каждом местном управлении ФСБ. А в Крыму должно их быть больше всего для демонстрации ненавистных черно-красных человечков, от которых вежливые «зеленые человечки» и товарищ Путин спасли Крым зимой 2014 года. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. А объявление о работе для евреев было с хихиканьем отпечатано на принтере местных чекистов и прикреплено в нужном месте, чтобы обязательно попало в камеру. Потому что для каждого настоящего чекиста еврей – это тот самый незримый враг, который и устроил русским людям все их несчастья. И понятно, что любой хохол-диверсант, желающий взорвать стратегические объекты в так называемом «городе русской славы», на самом деле работает даже не на СБУ, а на евреев и их президента Вальцмана, которого только враги России называют Порошенко. И настолько горит желанием отчитаться о пакостях, которые он сделал русским людям, что прикрепил их телефонный номер на видное место. Посмотрите, люди добрые, это все работа для евреев и для Яроша. Да, это тупо, но кто сказал, что мы имеем дело с умными людьми? Одна из главных проблем, с которой мы ежедневно сталкиваемся, пытаясь просчитать алгоритм действий российских силовиков и их хозяев, от Путина и Бортникова до последнего севастопольского опера, это их непроходимая тупость и косность. Именно поэтому их действия так непросто просчитать. Как поговаривал Мюллер, в блестящем исполнении того же, не самого русского человека Леонида Броневого, труднее всего работать с непрофессионалами. Все настолько глупо и непрофессионально, что работать практически совершенно невозможно. Невозможно понять логику непрофессионалов. Короче говоря, эта работа не для евреев. Это Четвертая мировая война, которая объявлена была весной 2004 года Западу и всему миру. Она закончилась стратегическим поражением. Их два крупнейших. Одно в Украине, где русские, русскоязычные отказались от идеи. Не отказались, просто отвергли идею русского мира фашистскую и остались верны украинскому государству и его европейскому выбору. И также сражаются с агрессором в украинской армии, как и их братья этнические украинцы. Это громадное поражение. Это больше, чем военное. Это медвизическое поражение идеи русской. Собственно, для Четвертой мировой войны был определен горючий материал, русскоязычный по всему миру, который должны были поднять знамя Четвертой мировой войны. И был определен инструмент, которого Запад заставит не вмешиваться. Не вмешивайтесь в наше дело. Это мы вот тут защищаем права. Угроза ядерных оружий. Будете вмешиваться, мы используем ядерное оружие. Вот первый провалился пункт, и второй тоже. Ну, второй касался, прежде всего, Прибалтики. Вот придут зеленые человечки. Мы понимаем, что НАТО намного сильнее. Но попробуйте вмешаться. Мы вот ядерную бомбу на вас бросим. Нет, НАТО уже превентивно размещает свои воинские подразделения в Прибалтике. И на вот этот классический гитлеровский вопрос Путина, готовы ли вы умереть за Нарву, дан ответ очень четкий. Мы будем защищать территорию любого государства-члена НАТО, как свою собственную. А вот что касается Нарвы, готовы ли вы, господин Путин, умереть за Нарву? То есть вопрос повернули к гопнику обратно. Ну и, естественно, человек, не по сильным трудам наворовавший 250 миллиардов долларов, сделал это не для того, чтобы превратиться в радиоактивный пепел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!